Честный разговор Наталья Мартынюк в сфере общепита работает уже 8 лет. Ее небольшое домашнее кафе в центре города появилось после недолгих поисков себя на разных поприщах бизнеса. Тогда начинающему предпринимателю, чтобы оформить все необходимые документы для открытия своего дела, пришлось нанимать профильного агента. Ходить в одну инстанцию надо, в другую инстанцию, в банки. То есть это, во-первых, время. Во-вторых, то, что я еще новичок, даже стресс испытываешь, когда начинаешь что-то новое. А тем более не зная куда. Иду, а не зная куда, но иду. Поэтому в любом случае мне понадобилась помощь специалиста, скажем так. Бизнес Наталья поднимала сама. В первое время так таковой государственной поддержки молодых предпринимателей не было. А спустя годы для уже опытного бизнесмена не нашлось подходящей программы. Даже если и были, то количество порогов, которые нужно обивать, чтобы собрать все бумаги и подписи, отпугивают предпринимателя. Мы в таком живем ритме, что нам просто времени абсолютно не хватает для того, чтобы оформить, подать заявку, где-то что-то ждать, где-то какие-то очереди пройти. То есть абсолютно нет времени этим заниматься. Кроме того, сегодня, как говорит предприниматель, больше приходится уделять внимание на разработку вариантов выхода из кризисного положения. Нестабильная экономическая ситуация сильно отразилась на бизнесе. Сборы и налоги растут, а прибыли больше не становится. Однако все же есть позитивная тенденция. Одна из мер поддержки предпринимателей, которую ввели относительно недавно. Речь здесь идет о выравнивании тарифов на электроэнергию, заметно сократила расходы. Естественно, у меня уже что-то, может быть, где-то я уже, ну, как говорится, голова не болит, где мне еще сейчас взять денег, чтобы заплатить еще и дополнительно за электроэнергию. Хоть какое-то время передышка есть. Поддержка таких небольших предприятий, как у Натальи, сегодня важна. Ведь это не только поддержка бизнесменов, но и обеспечение людей рабочими местами, повышение качества жизни якутян. Егор Афанасьевич, малое и среднее предпринимательство, обладая способностью быстро занимать свободные ниши, представляют из себя своего рода зеркало экономики. Естественно, сталкиваются с проблемами, и в условиях севера это требует особенной защиты и поддержки. Более 10 направлений по поддержке бизнеса, по развитию бизнеса вы рассмотрели буквально на днях. Что это за направления и какие механизмы могут помочь в части защиты предпринимательства? Малый и средний бизнес в жизни республики сегодня занимает очень большое значение. Речь идет о том, что воловой продукт, который производится сегодня в нашей республике, малый бизнес уже достигает около 18%. Это очень, с одной стороны, солидная доля, но с другой стороны, есть определенные резервы, которые можно было поддерживать бизнес, развивать и набирать обороты. К сожалению, в республике Саха-Якутия с бизнесом заниматься, как и в других отраслях экономики, очень сложно, потому что есть объективные факторы, это транспортная недоступность, это огромная территория, малая плотность, отсутствие рынков. Все это, конечно, создает определенные скорости и это и наталкивает на те или иные объективные факторы, чтобы мы поддерживали бизнес. По конкретным направлениям стараемся сейчас обсуждать. Основой для этого является то, что в свое время правительством Российской Федерации были приняты соответствующие решения, которые были приняты на основе предложений Агентства стратегических инициатив. Это называются целевые модели, которые превратились в дорожные карты для того, чтобы создать определенные условия для бизнеса, по преодолению сложностей, которые есть. Это упрощение принципы системы ведения в бизнесе, это создание инвестиционного климата, чтобы бизнес чувствовал себя более уверенно. Вот поэтому мы ведем по этому так называемым целевым моделям сегодня конкретный разговор. И меры, которые мы должны принимать, они должны быть более практичными, более конкретными. А нужно ли корректировать действующее законодательство для достижения этих целей? Всегда возникают какие-то возможности, которые надо решить, создавая определенные механизмы. Через принятие законов, через принятие решений правительства или других органов власти. В частности, речь идет о том, что в последнее время много раз поговорили по упрощенной системе налогоблагожения. Значит, нам надо изменять закон о налоговой политике. Много вопросов ставится о государственной поддержке. Значит, нам надо бюджетное законодательство изменить. Нам необходимо создавать условия крупным поставщикам услуг, которые предоставляют там или тепло, или газ, или коммунальные услуги. В этом случае тоже надо будет менять определенную политику ведения этого хозяйства для того, чтобы с бизнесом проработать. Здесь тоже нужны решения. Нам организационные вопросы, кроме нормативно-правовой базы, много надо решать. Это предоставление имущественного комплекса. Это речь идет о создании комфортных условий получения информации, получения услуг через систему одного окна. Это многофункциональный центр, нам надо развернуть в целом переспорки. То есть бизнес везде и всегда чувствуется определенную комфортность. Но, с другой стороны, необходимо эту информацию или услугу получить качественно. Вот с этой точки зрения, конечно, мы должны постоянно совершенствовать свое законодательство нормативно-правых актов. Егор Афанасьевич, в Республике созданы и уже работают различные инструменты развития бизнеса. Это и венчурная компания, и агентство инвестиционного развития, и бизнес-инкубаторы, и другие. Как зарекомендовали себя эти инструменты и насколько они эффективны? Когда мы обсуждали недавно и на форуме с предпринимателем, потом я встречался с представителями бизнеса в рамках обсуждения целевых моделей, и мы договорились, что именно по институтам развития в ноябре месяце пригласим их с участием. С всех участием будем рассматривать деятельность этой организации, которую мы создавали. Может быть, даже единственный субъект в Российской Федерации, который имеет столько институтов развития. Но мы вынуждены на это идти, потому что, еще раз повторяю, в условиях Якутии, у нас все-таки 48 тысяч предпринимателей, из них 38 тысяч это индивидуальные предприниматели. Им нужна определенная поддержка, на всех не хватает, поэтому эффективность работы этих институтов нам очень важна. У нас есть территория, приезжающая развитие, у нас есть технопарк, у нас есть собственный банк региональный, у нас как бы все есть. Но при этом я лично, например, до конца недоволен тем, что у нас тот темп развития предпринимателей, который нам необходимо иметь в республике, она не достигнута. Мы еще не создали того уверенного шага предпринимателя, вкладывать инвестиции в свое развитие, Поэтому нам необходимо все-таки с этим институтом развития еще раз посмотреть, еще раз проанализировать ситуацию. Может быть, если есть необходимость, изменить позицию, искать какие-то другие моменты, чтобы более эффективно работать. Обязательно, предприниматели говорили на последнем форуме, где открытый такой деловой конструктивный разговор состоялся. Чуть выше вы сказали об обратной связи. Скажите, связь между властью и предпринимательством, каким образом она осуществляется у нас? Как я представитель власти республики, не ощущаю в этом никакого недостатка. У меня постоянно идет процесс общения. Я призываю к этому и своих членов правительства республики. Я постоянно общаюсь с разными представителями общественности, которые непосредственно имеют отношение к бизнесу. Речь идет о тех или иных тем разговорах, которые есть у бизнеса, которые мы пытаемся принимать и обсуждать вместе. У нас есть форма заявительного характера, если возникают какие-то проблемы, они ко мне обращаются. Поэтому сегодня я думаю, что недостатка в общении органов власти, особенно муниципальных, с бизнесом нет. Но насколько они предметны и насколько они результативны по решению тех или иных проблем, которые ставит наш бизнес. Вот с этой точки зрения, конечно, нам придется очень много работать. Было озвучено решение о создании инвестиционного портала. Скажите, пожалуйста, какую информацию планируется публиковать на этом портале и вообще какой эффект ожидается от запуска этого ресурса? Я думаю, что этот портал был создан еще несколько лет назад для бизнеса. Но, к сожалению, мы считаем, что с учетом темпа разбития, с учетом темпа появления новых технологий, мы считаем, что этот портал устарел. Поэтому было принято решение ночи летом, чтобы этот портал обновить с учетом последних требований, которые мы ставим перед собой и перед бизнесом. И с учетом новых технологий, и с учетом желания бизнеса получать побольше информации, универсальной информации. И с учетом того, что все-таки нам необходимо по всей республике обеспечить электронное взаимодействие всех участников процесса, которые работают вокруг бизнеса. Это взаимодействие министерства и ведомства, это получение доступа любой информации через этот портал, что интересует бизнес в нашей жизни. Все должны получить. Поэтому портал это будет очень качественный, мы считаем. Эта работа завершается, я думаю, в конце ноября мы получим этот портал. Через этот портал любой бизнес, который занимается человек-предприниматель, может с любой точки республики, если это электронная система, хорошо работает, он должен получить все исчерпывающие информации. И что это означает? Это означает то, что он может, например, зарегистрировать свою собственность, зарегистрировать свои имущества, сидя дома или сидя в своем офисе. То есть никуда не выезжая, ни с кем не общаясь. Это очень много таких хороших вещей. Вот только что мы услышали информацию, сколько времени теряют наши предприниматели, бегая по конторам, по офисам, по разрешительным системам. Поэтому это все должно быть исключено. Вот для этого создается этот портал, чтобы работать и довести до того уровня, чтобы предприниматель не терял время и более эффективно работал. Егор Афанасьевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе. О нашем телезрителям я напоминаю, что каждый последний четверг месяца в нашей студии мы будем говорить на самые актуальные темы с руководителем республики. Всего доброго. Продолжение следует...